Игнатий Тихонович, захожу у вас в связи с событием, которое произошло два дня назад. Для зрителей, может кто будет смотреть, чтобы они знали о чем речь. 11 мая 2021 года в городе Казани Некий молодой человек, сейчас известный 19-летний татарин, зашел в школу, гимназию с оружием. У него был дробовик, видимо патроны, то есть там дробь. Зашел, пошел по школе, то есть сразу застрелил в актершу, потом пошел в классы. И в общем 9 человек погибли и 20 человек раненых. Этот молодой человек оказался, он живой, то есть он сам сдался. Сейчас над ним следствие проходит и идет широкое обсуждение. То есть вся Россия, можно сказать, поднялась, взбудоражилась от этого события. Этот человек, известно, что он занимался программированием, компьютерные игры играл. То есть был весь в компьютере. И был даже вот за последнее время написано, отчислен там из какого-то вуза за неуспеваемость. Там у нас местный мусс, это ТИСБИ. То есть я сам тоже из Казани. И в интернете, и мы видим, выступают правители. И начинают выдвигать всякие теории, что как ужесточить надо, какие причины. Вы, Игнать Тихонович, я знаю, два дня уже за этим следите. То есть не пропускаете ничего этого. Я бы хотел у вас спросить, почему эта ситуация произошла, какая истинная причина. Правильно ли говорят сейчас, в этом случае, если бы вы были президентом. Потом уже в конце. А у него следствие-то не идет. Уже кончилось, и суд кончился. Его осудили на пожизненное. Уже все показали. На пожизненное? Его два месяца ему дали. Еще только начался суд. Начался. Его сейчас... Я беру в интернете, показано о том. Его спросили судья там, как раскаетесь. Нет. Он все сказал ему там. И прямо говорит, пожизненное. Может быть, нет. И сметит ему пожизненное. А еще экспертизы, ничего не было. Ему только сделали на два месяца. Сделали теперь, его в СИЗО поместили. То есть, что он теперь под следствием находится. То есть, в тюрьме. Меру пресечения сделали. Ну ладно, потом проверить можно будет. Потом это выставляет. Я же сам там не был. Как сказать. Ни один человек, кого я слышал, не выступает по делу и не говорят. Там венки несут, говорят. Потому что не верят в Бога. У человека есть бессмертная душа. Я хотел, чтобы вы прочитали Евангелие от Луки, 13 глава. С первого стиха. Хотя бы стихов семь. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галереянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это. Думаете ли вы, что эти галереяне были грешнее всех галереян, что так пострадали? Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все так же погибнете. И сказал сию притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу. И пришел искать плода на ней. И не нашел. И сказал виноградарю. Вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее. На что она и землю занимает? Потом мы дальше досмотрим, как. Вот это сегодняшняя обстановка. Не надо думать, что мы лучше. Какие это? Молоденькие, совсем молоденькие. Я много в чат рулетки вижу. И вот если один, еще как-то можно говорить. А два уже нельзя. Матеряться непрерывно. Богохульствуют. Это они такие и есть. Я здесь нахожусь третий год. Передо мной прошли не сотни, а тысячи, наверное. Я же целыми днями сижу и ночью. Так эти люди, которые никого не слушают. Какая их участь будет? Не покайтесь, все так же погибнете. Захват заложников детей был в России. Но самый богатый урожай смерть собрала в Беслане. 330, кажется, сразу погибло. И потом взрослые дядьки устроили это. Но не дали выкупа там, не дали, чтобы выпустить кого-то. И ни за что. Перестреляли, переколотили. В Америке были неоднократно. А в Прибалтике, ну, фильм, класс, Эстония. Мальчишки там расстреляли, класс. И по порядку дальше начинаем. А как там эти, в Скандинавии тоже было. Ну, везде было. Такого нигде в истории нет. Ни в одной книге у Достоевского, ни у Красного, ни у кого не встречается даже намека на это. А почему? Как-то худо или бедно родители веровали. И они наставляли людей страху Божию. Никогда в армии служили 25 лет. Это надо же. Никакой дедовщины не было. Никто не знает. Я служил в армии в 62-м году. Еще не было дедовщины. А сейчас, ну, вот этот, Равиль Шамсудинов-то расстрелял их там 8 человек. Его даже судить не за что. Я не знаю, с чем кончилось у него. Вот такое дело. Тоже татарин. Мальчишка такой по виду, спокойно. Это тоже показывает, как бы, нормальный. А почему? А дальше как он матерится, непрерывно там пищит, пищит, материки заглаживают где-то. Он осатанелый. Я начальник детского лагеря, уже в ином формате, 48 лет. Стремительно падает нравственность, ответственность у детей. Первые годы, когда было, в 62-м году у нас, но это в 72-м году, это один вопрос стоял. Бывает где-то, как приструнишься, а это нет. Мстительность. На подлог, на любой идет лживость. Это те, которым государство будет верено, руководить нами будет. У меня не выбор, я их брал таких плохих. И вот здесь. Они отрицают, что у человека есть бессмертная душа и воскресение мертвых. В этом все. Они только на это. А вот они такие, эта жизнь прервалась. А зачем ему жить было, если он не знает. Уже, как Достоевский говорил, десятилетие и уже развратные. Десятилетние и уже развратные, дважды повторяет. А теперь же спрашивать не надо. Мальчишка, восьмилетний, выпустили девочку гулять, он ее изнасиловал. Восьмилетний. Спрашивать нечего. Кто они такие были, я не знаю. Я сочувствую родителям. А этим что? Они не знали ни о Боге, ни о чем. А молодые. А может, как-то стоит священник, рассказывает. И сразу помолимся о них. Я знаю, могу назвать их фамилию и имя. Кто это говорит? Священников. Знаю лично их. Ложь и обман. В чем застану, в том и сужу. Определенно бодрствую. Тебе не знаете, когда настигнет это. И поэтому это, если не покаетесь, все так же погибнете. Там пришли, вот смотри, кровь пролитая, с жертвами смешалась. Пилат виноват. Там Пилат, здесь татарин. Какая разница? И что он ворвался? Ворвался, и который жертву приносили, все с кровью смешал. А Селамская башня вообще упала. Что она упала? Пизанская башня была или какая? И задавило 18 человек. В Библии, говорится, есть такой момент, если можно было даже его просчитать. Четвертый царств, 2.24. Он оглянулся и увидел их. И проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса. И растерзали из них 42 ребенка. 42, а тут только 8. 5 и 8 40. Больше, чем в 5 раз. Так они-то ничего не делали. Они только посмеялись. Крещали сзади. Он оглянулся. Шпана эта идет. Да они ничего не делали. Его не били, ни камни не кидали. Просто обозвали Плешивый. Он и Плешивый был, может быть. И он проклял их. И что, бомбы взорвалась? А потаенные бомбы, мины замедленного действия в лесу всегда на нас ходят. На нас еще львы, медведи. Это все в Библии было. Народ поселили. В львы среди дня набегают. И растерзали всех людей. Автоматов не было. Огнеметов не было. И вот об этом мы считаем. Все так же погибнете. Мальчик на руках. У отца, которому 6 лет. И он болеет. И кричит. Отгони их, отец. Они на него лезут, демоны. Шестилетний. Он сквернословит. Матерится. Ну, настоящие, будто бы ребятишки-то. И душа вышла. Душа погибла. А когда отвечает? Когда понимает, что делает худо. И когда в Библии мы считаем, из царского семейства умер только один рано, которому Господь готовил царство. А остальные все остались. Пойдут в плен и погибнут. Люди-то рассуждали. Молодой. Такой перспективный был. Бог его взял. А зачем им жить? Так рассудить с позиции тех, кто думает уменьшить население земли. Что тут непонятно? Ничего не знают. Такие, как все. А какие все? О чем они рассуждают, как перевал Дятлова? Да это люди были такие целомудренные. Какие целомудренные? С чего им быть целомудренными? Если греха-то нету. И оба согласны. Телом своим управлять не просто так. Только ради Бога. Страха Божия. Я немного знал, но знал, что суд Божий есть. И меня Господь сохранял, когда я по лезвию буквально сходил. И рассуждать о них мы можем только с позиции вечности. Бог допустил. Родители вздрогнули. Да, почему один ребенок? Никого нет. А время уже... А если было бы у некого-то баптистов 18 ребятишек, 18-м ребенком Менделеев был в семье, Дмитрий Иванович. Ну, один поквохтал, говорит, курица и перестала, как в крейсер-станате Лев Толстой пишет. А когда он один? А вот по каждой тепистимии 10 сыновей муж только похоронки принимала. А у других, показывает, 9 сыновей ушли на фронт на разных участках. Были ранены, но все домой вернулись. Пополам бы. Пускай бы тут этот... Нет, у Бога выверено. А почему? Моя-то мать, говорит, тебе все время молилась. Вот и все. А пришло время, и Господь показал, как они молились. У нас тут был уполномоченный по религиозным культам Седишев Александр Петрович. И он на мотоциклах были установлены стрелять там самолеты и прочее. А потом стал он уполномоченный по религиозным культам, главный душитель веры. А потом, гляжу, в церкви стоит. Стали говорить, она за меня мама молилась всегда. Икона у ней была. И вот остался живой. Думаю, как ты меня одушил-то? В дом инвалидов не допустили. Люди ждали. И вот здесь, если рассуждать об этом, да, печально. Я никогда не видел этого. Его называют президентом Татарстана. Мужик стоит такой, простенький где-то, понравился. Видно, за что его избрали, я не знаю про это. С чем он победил-то? Он говорит, да еще спотыкается, да так неопределенно. Но видно, до того он простецкий. Может, такой там и нужен этот человек. Ну, что мы можем сделать? Вот эти меры, которые они предпринимают, они им дают что-то на время. А дальше опять расплата. Ну, Пилат не стал это делать. Пришел Веспасиан. От Веспасиана не отбились. Его сын Тит пришел. Захвачен Иерусалим. Уничтожено было почти 1 миллион 100 тысяч. Под тогдашним временам это катастрофа. Но было это. Не покайтесь. Все так же. Какое покаяние, когда к этому не зовут? Вот полетел самолет. Что? Концерт Александрова имени. И с ними это Лиза, которая везде, она была на Украине, всем помогала. Самолет только отлетел от берега и все запахал. Все до одного погибли. В море ударился в воду. Вода твердая, как камень. Не надо думать, что мягкая. Вот нельзя спастись нигде. А Бог делает так. Один без парашюта. Парашют не раскрылся, он падал. И высота-то была у самолета. Будь здоров. И он упал. Как? Растет ель на склоне оврага. И там глубокий снег. И он гасит часть. Цепляет за ветки. Если бы он оберезал, он бы переломился. А именно ель. А у него вот так ветки стоят. Он скользнул, ударился в снег. И там метр-полтора катился еще. И самортизировал. Остался живой. Ясно, говорит, в рубашке родился. Ну, это такая пленка вокруг человека. И вот выступает молиться. Как молиться, когда он не верил. Ничего. Родители отправляли, думали, что увидели. Не увидели. Не знали. Внезапно. Это нам урок. С нас спрос будет намного больше. Вы знали? И такие убийцы, такие щекотилы, они вокруг нас. И поэтому рассуждать об этом я могу только с позиции вечности. Неожиданности, кончины. Мы вот проехали с миссионерской поездкой из Барнаула. Дошли до Владивостока, Португалия, Скандинавия, Прибалтика, Север и Турция. 120 тысяч километров. Мы видели большие аварии. Опрокиданные фуры, рассыпанные ящики. Бывают машины стукнулись, только рука из-под железа торчит, уже все закончилось. А мы проехали. Как нас Бог вел. Мы едем, не знаем, что нас ждет в Хабаровске. Все нормально. А в это время на юге наводнение, там Каспийский какой-то город. Говорят, 30 человек погибло. А когда мы были, говорят, 3030. В 100 раз занизили. А на следующий год мы туда поехали, а там уже закончили, ремонтируют. А где мы ездили на Хабаровск, там наводнение началось. Мы, главное, туда доехали до наводнения, а сюда после наводнения. Кто нас руководил? Мы не знали этого. И мы могли там зацеплены быть. Будь здоров. Если погибли машины, переворачивали, тонули. А нас Бог спас. Молились, конечно, много за нас. И православные, и баптисты, и католики, все молились. И родные, и близкие, и дальние. И вот на этот случай конкретно, когда он зашел и проще. У евреев, если бы было в Ветхом Завете, там было бы не так. Вот как он делал, его бы там душили, давили, там резали, жгли, чтобы он испытал, что это такое. Там определенный реестр, какие казни ему надо. Иногда он делал, вина была против нескольких, ему одновременно затягивали петлю, и если он ругался, там, щам с дерьмом, и прижигали его. То есть, все одновременно все казни на него были. А здесь ничего, конечно, нет. Ну, взяли его, дальше он будет жить, тех-то нету. Срок дают, аж какая разница, он-то живет, а их нету. Понимаете, суть несправедливый. А так, все это, мераторомарандум подписал, Борис Николаевич Ельцин-то, ну и все. Так вы что, за казнь? Нет, я не за казнь. Я просто говорю, несправедливо. Спрашивать надо тех, которые погибли. Вы его милуете? Кто из них ответит? Я видел, под столами валяются, лежат, он их давил и душил. Да ладно, еще быстро среагировали, охранница там была внизу, она успела нажать кнопку. За три минуты уже прибыли. Ну, его взяли. Что дальше-то? И поэтому мы это рассматривали, даже с позиции вечность. Если не покаетесь, все так же погибнете. Все. Я знаю. В одном месте мне запретил один человек даже мимо проходить. Я стороной обходил там, тем краем потеряевки. А из-за чего? У него бабушка больная, фамилия Постоногова. И мама моя там пироги пекла, поликарп его звать. И мы ей приносили. Мы молились маленько, наверное. Она лежала, на ней пролежни такие ужасно. И он мне, что еще раз придете тут, тут мимо не пройди. Прошло совсем немного времени. А он такой был нечистый. Вот мы работали. Один тракторист, хоть рубашка белая. У него ветоши полно, руки вытирают от солиды. Солидолом не так. А гуси, сапер. Пошел ее, ну раз скользко, солидол. Тогда солидолом заправляли. Упал, упал, ребро ломануло. И ребро переломилось и в легкие воткнулось. Я приезжаю домой, а мне говорят, а поликарпа нет уже. А брат его, Павел, мы учились когда-то вместе. Вот и все. Если Бог решил путь изменить кому-то, он его изменит. Мы не знаем. И откроют только вечность. Что было бы? Суд будет длинный. Как у мусульман говорят, 50 тысяч лет будет идти суд. Если сегодня 7 с половиной тысяч лет, ну тут легко понять. 7 надо мировых историй. Ну откуда они взяли, не знаю. Ну а так, по смыслу-то, похоже, подробности каждого человека. Какие причины? Почему он такой был? Я вот детей смотрел, если бесноватые, там под себя мощится, но арест говорит, я не брал. А потом включил в этот список игроки в интернете. Они бесноватые. Они не подаются исправлению. Падают в оборок в храме, его уносишь, он обратно сидит. Сразу один день, сразу троих вынесли. Стал разбираться, все игроманы. И вот этот человек, какой он был, он хороший, показывает, идет уже, с ним рядом девчонка. Сказать, что он целомудренный был? Нет. Там ему девушка какая-то отказала, говорят, что-то где-то. Не знаю, как верить, но на этой почве многие вытворяют вот такие дела. У меня родителей нет, матери у меня нет, он отрекается от всех. И написал у себя Бог, ну Бог-то с маленькой буквы, дьявол. Он обольстил, и вот как интервью с дьяволом показано, он такой и есть. И поэтому я не хочу обидеть ни родителей, никого. Сочувствовать я, сочувствую очень, что они уходят из жизни, не примиренные с Богом. И родители не могли проститься, не могли дать им знания о Боге. Даже с ними сейчас разговаривать, я не знаю, будут они слушать или не будут. Ну, их нету здесь. Говорят, о напохорных. Я на похорных неоднократно говорил в проповеди. Это не совсем удачное место. Все думают, как поскорее зарыть, дальше погулять, попить. Были и не было. А кто-то слышит, кто-то готовит, как в Америке один был, а который вот кричит там, покайтесь, люди, на уличной-то. Он до этого, люди идут туда, на это самое, какое-то сборище. Он говорит, не ходите, не ходите, многие назад не вернутся. Ему открыто, видимо, было. А он там где-то здание, снайперская винтовка, и он нашел щенкать их. Вот, в Швеции там сильно они, ну, я не знаю, но самое, может, развратное, это скандинавы. Это малолетки, едут в Таиланд. Что они там делают? Скандинавы, мужеложество. И кто это, кто сказал? Патриарх Алексей II, когда наводнение было, и большинство погибли именно со Скандинавии. И он об этом сказал. Они развратники, ужасные, педопилы и прочее. И вот здесь та же самая история. Они кричали, шумели, и он пошел, взял себе снаряжение, и пошел их на этом островке или полуостров там, и начал их всех подряд убивать. Мешают спать. Поэтому из этого извлечь нужно урок. С кем они были бы? Если они Бога не знали, они только более и более бы упражнялись в грехе. Вот как это эстонский фильм «Класс». Там все они издевались и в рот совали ему. И они ничего лучше не придумали, а потом застрелиться. Так. Поэтому где около нас кто находится, ну я думаю, так что ни одного такого не будет. Мы с ними занимаемся, говорим. Если это внезапно. Тем более этот пацаненок-то, пацан, я говорю, сдался-то. Безоружно. Бросил линтовку, все. То есть он уже все рассчитал. Стрелять меня не будут, если им надо узнать, кто. Видели второй, оказывается, никто его не видел. Поэтому для нас главное, какое отношение имеет это к нам? Самое прямое. Вокруг меня живут люди, на кого я повлиял, чтобы такими не стали. Когда казнили верующих, они просили минуты несколько, дай, помолиться за врагов. А душа этот никому не давал. Они сидели там, еще в классе одни. Смеялись там, он учительницу застрелил. 26 лет что ли ей было. Показывает, какая она. Что говорить? Его не казнят. Его пытать никто не будет. А это, что здесь он уже через день оклемался. Уже все отвечает, нормально, не кричит. А что нужно? Молиться. Так такому покаянию Бог силен дать. Но это будет вряд ли. А Боге ни слова. Притом самая опасность священники начинают говорить, что надо молиться за них. Кого молиться ни одного не знал. Вот у нас митрополит Кирилл объявил вчера молебны во всех храмах и все встали на молебны о покоении их душ. Как к этому относиться? Ну как? Другого слова нет. Безумие. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. Не верующий в Сына Божия не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Лучше бы не родиться, не умереть, не познав Бога. Кто будет веровать и крестить, спасен будет. Марка 16, 15. Спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. И поэтому молитвы никакой, конечно, там быть не может. Домашние в келейной молитве могут. Могут, чтобы не так сильно себя убивали. А это нет, никогда. Это люди чуждые Бога. Я еще раз говорю, я встречаюсь, передо мной прошли не сотни, тысячи. Они ведут себя, как маленькие звереныши. Крещат, верещат, обзываются, называют тебя, как, видят, что я старше их и прочее. Они ни перед чем не останавливаются. Тем более, самое жестокое сословие это школа. Если он хромает, они уже сзади идут, все прихрамывают, стараются его, ну, возьми вот этот, когда смотришь, где, так, да, они по-другому не могут себя вести. Я видел несколько этих фильмов, такие, которые в школе, как, и там в южных странах. Интересно, вот это показывали Зимбабве, кажется, президента убили. Убили, потому что он в этом поднялся. Замбия, Замбия. Замбия, да. Вот так. Убили президента за то, что он не пошел, что там, на мордники нанимать, вакцинировать и все. А вместо него поставили как раз-таки из Международного экономического форума женщину, которая вот участвует в этом все. Так что все уходит, забывается и не вспоминается. Этот погиб, допустим, хор, летели в Сирию показать. Все погибли, танцоры, никого нет. Я говорю, мы прошли 120 тысяч километров, ночевали в лесополосах, по разной погоде, по разным дорогам, бездорожью, по степи, где мы только не ехали. И уже снег выпадал, а мы еще в пути были. остались все живые. Везде пили сырую воду, и ни один не заболел. Святая вода была, мы везде с святой водичкой каждый день. Мы можем сказать, что мы вполне могли заразиться, заболеть. Никто каждый день с собакой возились, руки не мыли. С собакой, когда, а то погладят и готовы до дыр протереть. А почему? Самое главное то, что в человеке есть вот этот иммунитет, сопротивление, сродство с тем, что есть. В нас живут минимум, я не знаю, не считал, не менее трехсот разных микробов, там, бацилл и прочее. И они все нам нужны. А мы знать не знаем. Умер человек и теперь сразу разлагается. Откуда черви в гробу? Все было чисто. Обязательно появятся. Они в человеке. Они давали потомство, уходили, вот когда лошадь оправится, где лошадь, и у нее такая приятная кучка, ни жижа, ничего нет. И когда лопатой берешь на удобрение, ночь прошла, ровная площадка, а под ней сразу дырочки впались. Откуда они как узнали? Никак. Они вместе с пометом их выпали, а они в человеке. И мы даже не знаем об этом. И поэтому смерть ходит, говорит, она не за горами, а за плечами. Поэтому что сказать? Сочувствие это одно, а сказать нечего. Если бы раньше пришел я и сказал, вы погибнете все, вы должны примириться с Богом. Выгнали, арестовали бы или еще что-то. Они люди совершенно не знают Бога. Тут сразу молиться, а почему вы к ним не послали никого? Почему с учителями не работали? Обман? Стало жениться, когда писал «Красное колесо» по разным, которые тогда газеты, журнале были до революции. Я, говорит, нашел участие в церкви только в двух моментах. Покушение на царя удалось, его убили за упокойной молитвой. А если не удалось, благодарствен молебен. А что, пойти, проповедовать, говорить, ничего нет. А пошел бы, да я пошел бы, а там в классе остаться, конечно, можно было и остаться. Можно, потому как другие были бы спасены. А он прошел бы мимо, а он бы двери эти не заметил, и Бог мог его просто не допустить, сразить. Но никого не было, разговаривать не с чем. Я разговариваю о мертвых, о мертвецах. Я видел смерти разные-разные, и повешенные, и застреленные, задушенные, зарезанные, утопленники. Ну, разное-разное. Участь одна. Имел ли он возможность покаяться? Вопрос только один. Примирился ли он с Богом? Вот это имеет значение. Все остальное никакого значения не имеет. Бог не смотрит на возраст. И вот еще у меня есть одно житие святого, Яков Незибийский, епископ, мужчина. У него вот власть какая была. Одна же он идет, а там какой-то источник, видно, родник бил, и вода текла, и молодые девчата были, говорит, заголенные ноги, и его увидели. Видимо, голову не покрыто еще было. И он, видя, что его не почтили, проклял источник, и он тотчас иссох. А так как эти невразумились, и бесстыдно, он проклял и их, и они сразу сделали старухами. До того, интересно, это 13 января, по старому стилю, Яков Незибийский. Такое есть где-то. Вот смотри, он их, как при Елисеи, это медведицы высшие-то. Нет, он милостивый, только сделал старыми их. Все это показывает, как. Вроде не до смерти наказал. Ну, жителю города возопили там к нему, к Богу, и он опять снял это заклятие, и источник стал бить. И которые пришли, попросили прощения, он сделал молодыми. А которые не пришли, так старухами остались. Хочешь вер, хочешь нет. Но главное, что дети тоже наказуемые. А не так. Он молодой, да еще неизвестно. Он молодой, уже известен. Если шестилетний, матерится на руках отца, видя демонов. Ну, а эти-то, какой класс там? Восьмой класс был, кажется. Видно, что лежат довольно взрослые. У Муллы два сына были. Один, говорит, в третьем классе, другой восьмой. И который маленький, его ранили. Тоже молится. Не надо думать, что это вот национальность, или там, а мусульмане, такие нету. Есть, которые учислятся христианами. Тоже вытворяют, будь здоров. Все зависит от того, кто в душе, дух Божий или дьявол. А дьявол есть человека, убийца и лжец. Для Евангелия Атриана 8, 44. И поэтому мы, конечно, будем где-то поминать об этом, вызывая сочувствие. Если бы были люди, я бы им сказал, о них забота окончена, позаботьтесь о других. Следующая ваша очередь. Вот и все. С позиции вечности делаю такой разбор всегда. А молиться только, ну, Господи, если были верующие упокоя в обителях небесных, он не ожидал. Может, пошел молился, может быть. Основная масса тут выходит, они никто. Сквернословы, безобразники, мстительные. Ну, вот как бы, как поступать правильно сейчас правителям? в таких, здесь, все вот, как вы думаете? Ну, они думают, много законов ужесточить оружие. Сегодня на руках больше трех миллионов стволов при этих законах. И говорят, что российские законы самые, может, жесткие. А в Америке, в другом, там, пойди, покупай подряд. Любой говорит. Были бы деньги. Что они могут сделать? Еще они сделать не могут. Говорят, а пусть Росгвардии охраняют. И называют там восемь тысяч. Где мы? Сколько школ-то? Где мы их наберем? И кто будет оплачивать? Вахтер, сидит за ее пенсию, здоровый, крепкий парень не будет сидеть. А у них неправильно. Зашел, пристрелил. Могли это предвидеть? Я в Америке видел. У них поезда, как вот в метро. Из одного вагона видно другой. У них так именно сделано. И у нее клетка, клетка, пуля, непробиваемое стекло, пуля, а это дроби, как горох отскочила. Он смотрит налево, направо, ему два вагона подчиняются. Следующие два вагона там еще, видимо так. Я ехал из Нью-Йорка в Вашингтон, замещал это дело. А здесь как? Он не огражден. Сидит какая-то бабка. Щелкнул и нету. А если бы она была под куполом где-то, она бы 10 раз кнопку нажала. Ничего бы этого не было. И сделают они, не сделают. Всем вахтерам пули непробиваемые сделать. И раздориться надо, чтобы один сидел, другого видел. Если один случайно выйдет, ему по нужде надо, другой здесь же где-то рядом запечатанный сидит. И у каждого кнопка. Вот это я бы предложение сделал первое. А остальное они даже об этом не говорят. Что оружие покупать будут. А они говорят, так а ножи? Ножи тоже запретите? Нет. А человек, который с ножом, штыком, он может десятки их положить. У того-то ничего нету. Ну вот, а то, что самое главное, то и здесь люди-то сейчас это вот он, с ним это произошло. Но таких детей, бесноватых, почти 90% играющих в игры. Просто Бог их еще удерживает. То есть, не дает сатане непосредственно войти и начать. Ну, никто их не отменит, игры. Это большой-большой бизнес. Работают. Надо уверовать во Христа. Я своим говорил. И мои близкие друзья, никто не заглядывает. Я ни одной секунды не видел это. Ни одной. А зачем? Это не надо. А если смотрит человек там порнография, его на это и тянет. Если это посмотрел, его туда сатана и затащил. Главное, что необходимо, чтобы этого не было, ни христианскую этику вводить, а чтобы люди обратились к Богу. Покаялись, жили для Бога. Вот наша, допустим, даже семья, друзья, ни один этого сделать не может. Они как? Он в Бога верует. Вот мое отношение к тому, что без веры в Бога им ничего не сделать. Притом, такой веры, как христианская, где нельзя ни стрелять, ни убивать. Да. Ну, все понятно. Спаси Христос за такой разбор. Ну, какой есть. Я все это применяю к себе. Какого никто, действительно, такое никто не скажет. Об этом никто не говорит. Ну, вот можно показать. Может, найдется кто-то. Правители, которые там стоят, они невиновны. У него и средств таких нет. Но советовать надо все время. Пули непробиваемые, кабинки, чтобы были у них. Он видит, остановил его. Не останавливается, нажал кнопку. Все. Чтобы он был недосягаем для бандита этого. Вот это я могу посоветовать. А остальное, я не выявил, на выборы не хожу, никого не выбираю. Какое есть, такое и есть. Надо научиться молиться. Я вот сколько раз был в каких опасностях, и сам того не зная. Вдруг я туда не пошел, пошел другой дорогой. Я потом узнаю, это моя дорога, я хожу там, другой пострадал. И в машине, когда мы ездили, выезжаем из города, сразу выходим, палатку расстилаем, там у нас фотографии есть, и стоим и молимся, и последний поклон, как у мусульман. Нас мусульмане не боялись, а мы их не боялись. Потому что, где мы молились, на остановках, я не молились. Там на одного, как бы, подошли, деньги стали требовать, такое место, там далеко внизу город, а тут площадка, как бы. А я с собакой, я подошел с собакой, эти сразу отхлынули. А он мусульманин, молодой, видно, лет 16. И у него машина такая, почти как наша, газель. И он вышел, растерил там свой дастархан, и на молитву. А они к этому время подошли. Ну я сразу из кабины вышел, до урагана взял и пошел к ним. Ну они сразу отпрянули в сторону. А я ему говорю, тут очень опасно. И он сразу сорвался с места и уехал. И он мне запомнился. Я говорю, у нас, чтобы один и стал молиться, и открыто так, даже вообразить нельзя. Все стыдится кого-то, а он ни на кого не смотрит. Нам надо доброе брать отовсюду. Этого человека, который стрелял, что я, о нем разговаривать не надо, всем понятно. Людоед, зверь, изверг, рода человеческого. А вот оставшиеся, которые были, которые там заперли, если услышали, побеседовать можно. Если Господь откроет, никто не закроет. Вам не закрыть эти двери. Поэтому примиритесь с Богом, сходите в храм Божий, помолитесь, чтобы Бог отвел эту беду. Я смотрел фамилии, там детей, все почти татары. Ну, все, точнее, 100% людей, то есть, татары. Похоже, школа татарская сама по себе. У нас такие школы есть, которые только татары в ней. Если там мула был, то это значит, школа была непростая. Если там сыновья мулы. И она и выглядит так. Да. Именно так. Все можно еще раз сказать. Только остальным. Веруйте в Бога, молитесь, слушайтесь родителей, учителей, и уходя, просите благословения родительского. Три поклона перед иконами, там, как заверш, мы звали тятя, благослови, мама, благослови. Я всем наказываю молодым, ни в всю машину никогда не садитесь, даже если это друзья. И ни в все, и дом не заходите, хотя бы друзья были. Я знаю столько историй, я же при милиции работал с органами МВД. Я говорю, у вас тут человек 50 пропали, люди вывешены. Я говорю, неужели так много? А милиционер на вахте сидит, говорит, 7 тысяч в Москве только погибло, потеряно. Вот и все. и те, которые потеряны, они где-то как-то были одни, не вдвоем. Стараются по одному не ходить. Вот мне нравилось, в Киргизии были, и у них там стены из глины, дувал называется, и так, вода, чтобы стекала. И вот там у них девчонки свои, киргизские. Они по одному никогда не видел. Они человек 6-8, выскакивают по-своему, что-то гир-гир-гир, ну и через дорогу перебежали, опять нету. Я видел такое в Нью-Йорке, там еврейские, евреянки маленькие. Выбегут такие красивенькие, одетые хорошо, и через дорогу по-своему гуртуются, и сразу спрятались. А это одна ночью, а утром у нас на Теревик кладбище нашли. Одна завезти до дому, а их там трое сидит. Ну и завезли люди не щадят себя, никогда не разговаривают. Вот у меня правила какие, поезд стоит туда и сюда один, под поезд не лазить, дождать себя, когда уйдет. Некогда, найди, где переходная площадка. Нет, еще обойди сзади или спереди. И всем выдал свидетельство такое, кто ко мне ходит, нарушает правила, запретил приходить. Я около железной дороги жил. Конкретно, пока я жил, там человек семь только зарезало. По низ полезли. А в это время поезд дернулся. Ну а там то засыпился, то от ужаса головой ударился, то и... А потом лопатой ходит, собирает, его захватило и крутится машина. Да. Спаси Христос. Слава Иисусу Христосу. Христос. Продолжение следует...